Всем привет! Меня зовут Макс, и я рад приветствовать всех в студии Вульф, где мы в ближайшие 40 минут поговорим о локальном туризме, о нетипичных маршрутах, аутентичных городах. Темы достаточно объемные, поэтому разбираться в этом я буду, конечно же, не один. В этом мне будут помогать наши приглашенные гости и эксперты. Предлагаю с ними познакомиться. Вадим Мамонтов, основатель и генеральный директор Russia Discovery. Вадим, здравствуйте. Анастасия Щербакова, управляющая директор КБ «Стрелка». Добро пожаловать. Мария Киселева, заместитель генерального директора по региональному взаимодействию проектного офиса комитета по туризму города Москвы. Выговорил. И Александр Головатый, основатель сервиса WeGoTrip. Здравствуйте. Я думаю, что не секрет, что индустрия туризма оказалась наиболее уязвимой в период пандемии и повсеместных локдаунов. Тем не менее, такая ситуация тоже имеет некоторые положительные проявления и последствия. Например, текущий кризис побудил всех игроков рынка пересобрать свое предложение, как-то поменять немного структуру своего бизнеса, поменять продукт, ну, в общем, подстроиться под новые реалии, в которых мы с вами живем. В отсутствии возможности у туристов выехать куда-то за границу, естественное развитие или, можно сказать, перезапуск получил внутренний туризм. Интерес к путешествиям в пределах страны кратно вырос. О том, какие возможности открывает текущий кризис для индустрии, мы поговорим с Вадимом. Вадим, вы нас слышите? Добрый день, да, слышу. Потому что я вас нет, честно говоря. Но я надеюсь, что у нас поправят коллеги связь, а я пока попробую задать, собственно, свой вопрос. Я думаю, что вы тоже согласитесь, что пандемия однозначно стала драйвером для развития внутренних каких-то путешествий, но хотелось бы узнать, в какой именно области мы можем увидеть такой сильный всплеск, и вообще, как это отражается в целом на индустрии. Меня уже слышно сейчас? Я уже могу? Да, да. Отлично. Тогда в нескольких словах о том, как действительно повлияла пандемия на наш сегмент, на сегмент активного отдыха, на сегмент приключенческого туризма, как это произошло в России, какие произошли изменения за эти последние два года. И, наверное, большинство все-таки ассоциирует этот прошедший кризис как с сильнейшим ударом для туризма, но стоит сказать, что все-таки те компании, которые изначально были ориентированы на локальный туризм, на путешествия внутри страны, они скорее получили в этом для себя развитие своих возможностей. И это очень заметно по многим цифрам. Вот только вчера на форуме в Казани в целом озвучил достаточно интересную статистику. Они сказали, что, например, 63% россиян выбирают сейчас природу как наиболее интересный объект для туризма. При этом еще один такой серьезный скрытый потенциал, что россияне пока еще в 10 раз меньше, чем китайцы, и в 17 раз меньше, чем в Соединенных Штатах путешествуют по своей стране. Еще очень важный момент, что Россия пока еще очень слабо подготовлена к такому важному, наверное, формату путешествий, как устойчивый туризм, экологичный туризм. И хотя 56% россиян считают, что таких путешествий не хватает, при этом Россия занимает 65-е место в международном рейтинге среди стран, которые борются за званием устойчивого туристического развития. Один позитивный момент, наверное, еще есть в этом исследовании тоже, что если бы заграничения вот сейчас закончились, то какую все-таки поездку предпочли бы наши соотечественники, готовы были бы они поехать по России или они скорее поедут за границу, то 58% россиян уже выбирают внутренний туризм, и для них такие путешествия существенно предпочтительны, чем иностранные, потому что внешний туризм, о нем говорят почти 33% россиян. Ну и если говорить про активный отдых, то 25% уже вполне тех людей, которые хотят, вернее, путешествуют уже именно в таком формате, это уже практически сравнялось с пляжным отдыхом, который занимает 32% и всегда был существенным, с большим отрывом лидеров. Сейчас этот разрыв сокращается, и это не может не радовать. Как раз можно по итогам этого сказать, что за последний год практически вдвое выросли компании, которые работают в сегменте приключенческого активного туризма, по опросу большого количества игроков в этом сегменте, их рост составил от 50 до 120%. Я думаю, что вы все это замечаете, по своим лентам в социальных сетях, Дагестан, Байкал, Алтай просто разрывают своими эмоциями, своими впечатлениями наши ленты, и это, конечно, не может не радовать, что такой интерес проявляется у россиян в путешествиях по нашей стране, поскольку, на наш взгляд, это такой первый очень важный шаг к такому непафосному патриотизму, когда, действительно, узнавая лучше свою страну, удивляясь тем необыкновенным ландшафтом, разнообразию этих ландшафтов, гостеприимству местных жителей, люди начинают совершенно по-иному относиться к стране, и вот в этом мы видим очень такое позитивное изменение для тех путешественников, которые отправляются в поездки вместе с нами. Еще одно важное следствие, это, конечно же, поддержка местных локальных сообществ, как предпринимателей, которые напрямую работают в сфере туризма, обеспечивая выполнение тех самых туристических программ, так и каких-то смежных бизнесов, те, которые обеспечивают сувенирами, питанием, проживанием или какими-то другими услугами тех людей, которые приезжают на территорию, и, конечно, каждый приехавший туризм, оплачивая их услуги, тем самым серьезно поддерживает этот бизнес. Наверняка слышали про оценку, что одно место рабочих в туризме создает до 10 рабочих мест в смежных областях, и поэтому каждый приезжающий турист – это помощь вот этим 10 предпринимателям, которые работают на то, чтобы сделать эти путешествия максимально комфортными. Кроме этого, конечно же, все больше становится и волонтерских программ на ОПТ, куда приезжают волонтеры для того, чтобы помочь этим особо охраняемым природным территориям стать более комфортными для посещения туристов и тем самым помогать приезжающим гостям еще лучше с ними знакомиться. Еще одним таким, наверное, важным проявлением вот этих путешествий является изменение такой индивидуальной ответственности. Человек уже начинает понимать, что тот мусор, который он видит, когда гуляет по территории, это действительно не им оставленный мусор, но это его страна, это его планета даже в конце концов, и он ответственный за то, чтобы оставлять ее чистой после того, как он там побывал. Действительно, многие исповедуют, что после нас должно быть чище, чем до нас, и, как правило, во многих программах собирают даже тот мусор, который был оставлен по территории людьми, приехавшими туда гостями. Что же дальше? Дальше, неоднократно, видя, наблюдая такую территорию с большим количеством оставленного мусора, вот недавно как раз фотографии с поездки в Дагестан, куда мы выезжали, всей командой, где на фоне просто великолепных пейзажей можно увидеть в ущельях вот такие свалки настоящие мусора. Мне кажется, здесь как раз роль такого приключенческого активного природного туризма очень велика, поскольку во многих случаях, да практически всегда, вот эти поездки, они запускают внутреннюю трансформацию каждого человека. Сначала у него просто из этой любви к путешествиям появляется индивидуальная ответственность за то, чтобы сохранить эту красоту природы, допустить ее замусоривание, не допустить ее уничтожение транспортом каким-нибудь, или там какими-то неаккуратными действиями туристов. Вот, как правило, следствием это становится изменение человека в таком персональном поведении, да, он задумывается о раздельном сборе мусора уже у себя дома, потом это трансформируется на более такое зеленое отношение, наверное, к ресурсам, потребляемым уже в его офисе. Все эти трансформации мы сейчас проходим как компания, даже точно так же, меняя свое отношение внутри команды. Здесь, в Москве, мы каждую неделю делаем у себя внутреннюю такую небольшую пятиминутку с рассказом о каких-то технологиях устойчивого развития, в том числе раздельный сбор сейчас, поставили измельчитель и так далее, и так далее. После этого появляется уже возможность такой корпоративной ответственности влиять даже на индустрию, поскольку у нашей компании есть достаточно сильная возможность влиять на наших партнеров, операторов, которые помогают нам работать на территории. Мы стараемся транслировать им эти ценности, эти стандарты, взаимодействие с природой, чтобы они обеспечивали и помогали туристам быть корректными в поведении на своих туристических программах. Следующий этап, наверное, такого влияния, это уже влияние на уровень государства. Опять же, наша компания достаточно активно участвует в различных комитетах и комиссиях по развитию приключенческого туризма в нашей стране, и через этот инструмент, возможно, трансляция вот этих идей на более такой серьёзный высокий уровень. Вот, наверное, такая как бы длинная, но тем не менее значимая цепочка, которая запускается всего лишь обычным путешествием в таком приключенческом формате природы страны, но приводит к таким очень серьёзным позитивным сдвигам сознания, в сознании отдельных людей, компаний и даже всей индустрии. Мы сейчас над этим работаем и уверены, что в этом тоже хорошие возможности в нашей стране. И пандемия во многом послужила драйвером вот таких вот изменений. Спасибо. Спасибо вам. Вот так вот на раз-два Вадим взял и рассказал всё сразу. Даже сложно было задать какой-то дополнительный вопрос. Меня на самом деле очень радует результат опроса, согласно которым люди всё-таки предпочитают какой-то внутренний туризм. Я сам в этом году много путешествовал по России, съездил и в Мурманскую область с Мурманском зимой, когда было прям минус 30. Это просто невероятные какие-то ощущения. И в Карелию съездил на поезде, это очень красиво. И в Челябинской области побыл. Конечно, наши просторы просто порой удивляют. Вадим, спасибо вам большое. Теперь мы примерно знаем, как путешествуют, собственно, люди в новых условиях, но всегда хочется больше деталей. Именно за ними мы и пойдём к Анастасии Щербаковой. Анастасия, расскажите, в чём разница между локальным и событийным туризмом в пределах города или одной области? Ну вот я как раз сейчас слушала выступление предыдущего спикера, и мне кажется, что в целом нам, наверное, имеет смысл договориться о том, что такое вообще локальный туризм. Вот давайте попробуем разобрать. Вот, допустим, я живу в районе Замоскворечье и еду в район Хорошевский на матч ЦСКА-Локомотив на стадион ВЭП-Арен. Это является локальным туризмом или нет? Мне кажется, нет. Хорошо, другой пример. Я живу в Москве, и в московском регионе, в Подмосковье, еду в Коломну. Это является локальным туризмом или нет? Ну, а в первом случае вы едете на футбольные матчи, и это как раз событие какое-то, а Коломна, там же парк, и может пойти погулять, и вот это как раз больше похоже на локальный. Хорошо. А почему это локальный туризм, а не просто туризм? Тогда ещё вот такое есть различие. Что его делает именно локальным? Я, наверное, могу добавить, представляя всё-таки мосттуризм. Под локальным туризмом сегодня мы понимаем не классические, не стандартные маршруты, которыми пользуются сами жители. Как раз на это сегодня огромный спрос. Мы видим исследования, и коллеги сегодня говорили о том, что спрос индивидуального туриста сегодня именно пережить локальный опыт. москвича, если мы говорим о Москве, либо другого города России. То есть пройти теми маршрутами, которые пользуются сами жители, пойти в те рестораны, которые ходят нетуристические, которые знают сами горожане. Вы вспомните, сегодня, отправляясь, например, в Петербург, вы наверняка спрашиваете своих друзей о том, какие новые рестораны, куда, на какую выставку лучше пойти, и что сегодня происходит в городе. Вы тысячу раз были в Москве и в Петербурге, но для вас всегда есть возможность открыть его с нового ракурса. В этом и есть локальный экспириенс. Да, особенно для Петербурга это очень существенно, потому что в туристические рестораны попасть просто невозможно, потому что там просто все время запись. Так вот, как раз я разделяю точки зрения Марии на этот вопрос, и мне наиболее близко определение локального туризма как путешествие в место, в котором ты живешь. И вот этот процесс путешествия в место, в которое ты живешь, оно, в принципе, может быть растянутым по масштабу. Я могу жить в России и в качестве локального туризма подразумевать Владивосток, потому что это тоже место, в котором я живу. Могу подразумевать Москву и поехать в другой район и посмотреть, что там происходит. Поэтому мне кажется, что ключевое отличие локального туризма это скорее не локация, а намерение. То есть, как бы, зачем ты туда едешь. И по моим соображениям, вот локальный туризм это как раз попробовать узнать, а как в том месте, где я живу, есть ли там что-то интересное, новое про то место, где я живу. То есть, что мне могут рассказать те люди, которые живут в другом месте, об этом месте. И на самом деле формула описания и восприятия, и узнавания этого нового, она достаточно просто проста и классическая. Это три вещи. Пища, жилище и одежда. Ее придумали уже давным-давно всякие этнографы-антропологи, которые изучают разные культуры и народы. Это как бы три материальных столпа культуры, которые и формируют то представление о локальном туризме, о том, как живут здесь люди, и на которые уже сверху нанизываются, там, не знаю, ритуалы, праздники, события и все такое остальное. Вот. И в связи с этим, мне кажется, вот эта пища, жилище и одежда, если ее транспонировать в современный мир, то на самом деле она во что переводится? Пища переводится в рестораны. И, да, когда мы... Когда для нас еда становится каким-то событием, да, и это событие может с тобой случиться и в твоем районе, где ты живешь, и в совершенно другом. И жилище подразумеваем под этим ту среду. То есть человек, когда приходит, что он видит. И я думаю, что наверняка вы все сталкивались с такими коломна, маленький, уютный городок, с какими-то там домишками. Вот. И это как раз про жилище. То есть это современное восприятие того, что я вижу в этом районе. И одежда, которая, мне кажется, сегодня трансформируется в некое, как бы, локальные бренды. А если еще проще, то что я могу из этого места привести с собой как воспоминания, как бы, об этом пережитом опыте локального туризма. И вот если так представить на самом деле, то давайте подумаем, а кто вообще, в принципе, формирует эти три глобальные индустрии? Бренды, которые достаточно известны для того, чтобы иметь какую-то идентичность для территории. Потому что, ну, слабо себе представляется, что можно, не знаю, там, завязанными варежками поехать в западное Дигулино. Потому что ты просто не знаешь. Ну, там, да, может быть, какой-то маленький бренд, недолго существующий, несколько людей в нем работает. И это здорово, но он не является достаточно сильным для того, чтобы создавать ту идентичность этого места. Кто формирует среду, да? И мы понимаем, что это девелоперы, которые строят, как бы, все эти дома. И это особенно актуально для мегаполисов. Это государства, которые регулируют территориальное планирование, создают планы, внутри которых девелоперы уже могут что-то строить. И рестораны, гастрономия, которые наиболее, с моей точки зрения, доступная для вхождения в этот рынок вещь. Но, как бы, тоже мы понимаем, что для этого должны быть созданы особенные условия. И ряд факторов должен совпадать, чтобы этот ресторан просто выжил в этом месте. И когда мы в таком случае говорим про локальный туризм, мне всегда хочется обратить внимание, что локальный туризм не равно дешевый туризм в плане создания. Конечно. И вот когда мы говорим, что локальный туризм – это про местные сообщества, что локальный туризм – это про инициативу, и энтузиастов каких-то маленьких городов, мне кажется, что это позиция без масштаба. Ну, то есть, если ее транспонировать на какие-то крупные города, то локальными сообществами в нашем случае становятся девелоперские компании, конгломераты, рестораны и бренды и корпорации, на самом деле, которых достаточно много. И если, например, говорить, приводить, например, Москву, то я думаю, что это наберется хотя бы по одной на каждый район корпорации, которая сидит в этом районе. Поэтому есть вот некое такое, мне кажется, лукавство в том, что когда мы говорим про локальный туризм, это история, которую создают вот именно энтузиасты своего дела. Потому что, да, они могут его создавать, но создаются ли эти три базовые материальные вещи – пища, жилища, одежда на территориях, которые эту повседневность формируют. Вот, не знаю, в Москве 146 районов, там 10 из них в центре, это ЦАО, не знаю, 20 из них – это в Новой Москве, еще такая необжитая территория до сих пор для всех для нас. И оставшиеся вот районы, вот что в них происходит. Могут ли локальные сообщества там создать эти три вещи? Не знаю. Теории, наверное, может быть. Ну или вопрос, а кто тогда локальные сообщества для, не знаю, района аэропорт? Вот, мне кажется… Можно я продолжу? Сейчас, можно одну секундочку? У нас Вадим хочет задать вопрос, уже давно видно. Да, спасибо, спасибо большое, да, Максим. Анастасия, я хочу, прежде всего, просто выразить восхищение вашим проектом «Вело-1», к которому вы имеете отношение, насколько я понимаю. Да, вы его разрабатывали, и просто побывав на его открытии, я просто не могу не поделиться, какая это крутая история. Но как раз в контексте того, что вы рассказали, смотрите, у этого проекта сейчас нет ни пищи, ни жилища, ни одежды никакой, да, но, тем не менее, уже существует там большой спрос, интерес к этому проекту, да, когда же, наконец, вот эти тысячи с лишним километров от Москвы до Питера реализуются по всем тем прекрасным местам, да, то есть проект существует даже в отрыве от тех важных сущностей, про которые вы сказали. Но если говорить о том, что их нужно создавать, то ваша задача в этом плане еще больше усложнится. Вам нужно будет охватить не просто 146 районов Москвы, а огромное количество населенных пунктов, которые будут просто на пути этого маршрута. Так что я не знаю, как вы думаете сами справиться с этой идеей. Большое спасибо. Я тоже очень люблю этот проект, который мы в КБ делаем. Мои коллеги им более плотно занимаются, чем я. По моим представлениям, проект велодорожка от Москвы до Санкт-Петербурга – это событийный туризм. То есть это целенаправленное посещение какого-то мероприятия, которое я могу сам себе придумать. А локальный туризм, как я себя воспринимаю, что на этом пути может появиться город, где я могу узнать, как живут другие люди и пожить жизнью человека из Сергиева Посада. Вот мне это так представляется, такое разделение. Будем надеяться, что это рано или поздно случится, и люди, путешествия даже на велосипеде из одного города в другой. Я, кстати, тоже читал очень интересный проект. Будем надеяться, что все будет развиваться, и людям будет еще где отдыхать по пути из точки А, скажем так, в точку Б. У нас Москва подала заявку на участие в Экспо-2030, и в связи с этим хочется спросить Марию, настолько, насколько это возможно, как может измениться облик города и чем он будет привлекателен для посетителей. Потому что Москва, мне кажется, последние вообще лет 10 просто бесконечно меняется. Я даже как-то у себя в Инстаграме публиковал опрос. Были две абсолютно одинаковые фотографии на одной гостинице Украина, и позади там не было еще Москва-Сити. На второй фотографии гостиница Украина, а сзади уже Москва-Сити. Ну и я поставил опрос, кто что выберет. 80% выбрали гостиницу Украина с Москва-Сити сзади. Это меня немножко удивило, потому что я там где-то полгода назад, мне очень интересно было узнать как-то подробнее про Москву, про ее районы, про жизнь. Я нашел на Ютьюбе какие-то фильмы 50-х годов, и это все очень классно было. Чем будет удивлять Москва сейчас? Ну, вы знаете, безусловно, это одно из таких событий мирового планетарного масштаба, я сказала. Абсолютно. И не только потому, что это популяризация науки, технологий, промышленности, но и, безусловно, культурно-исторического наследия и шедевров архитектуры. И вот как раз здесь я бы хотела поговорить в разрезе того, как Москва сегодня готова к приему долгожданного иностранного туриста, что у нас есть и чем мы будем удивлять наших иностранных туристов. Мы регулярно исследуем запросы современных туристов и активно реагируем, собственно, нашим продуктовым предложениям и сервисами. Мы знаем, что Москва один из самых цифровых городов мира, мы занимаем второе место по количеству использования цифровых сервисов и решений после Шанхая. Кстати, Америка на девятом месте. Поэтому один из наших таких флагманских сегодня сервисов и ресурсов для туриста, в том числе, прежде всего, иностранного. Сегодня в рамках ограничительных мер им активно пользуется наш внутренний турист. Это сервис, который объединяет Москву и все регионы Российской Федерации. Бешовно с помощью этого сервиса можно купить авиажид-билеты, забронировать гостиницу, выбрать готовый тур-продукт, выбрать любые маршруты, ознакомиться с вдохновляющим контентом, забронировать столик в ресторане. Москва плюс любой регион Российской Федерации. Соответственно, конечно же, с точки зрения сегодняшней темы развития локального туризма и маршрутов, мы проводим различные конкурсы для того, чтобы возродить вот это краеведение, которое, собственно, было время назад москвоведением, и через это возрождать краелюбие и повышать гостеприимство москвичей. И недавно прошел такой успешный наш конкурс «Московские маршруты», где, собственно, возвращаясь к тому, будет ли место наше метро-аэропорт интересным для туристов, могу сказать, что именно в том примерном месте находится маршрут «Город-сад Сокол». Это место деревня, сохранившаяся деревня художников. Поселок. С сохраненным деревянным зодчеством, удивительной архитектурой и творческой атмосферой. Поэтому не только эти, но и много других маршрутов, собственно, есть для наших туристов иностранных и внутренних на нашем вдохновляющем портале «Дискавер Москву». Этот портал был создан как раз для того, чтобы поделиться необычными, неклассическими маршрутами, показать Москву с нового ракурса, с другого, что, собственно, будет интересно и для тех туристов, которые были уже в Москве, и для которых приедут в Москву впервые. На самом деле, мне кажется, еще очень важно транспортная доступность, в том числе для туристов, чтобы можно было удобно добраться от метро до города, чтобы можно было как-то перемещаться по городу, насколько я знаю, у нас сейчас изменили автобусные маршруты, представили вот эту систему магистраль. Это в целом тоже такая очень новая вещь, и хоть ее, скажем так, спорно встречали, она имеет место быть, она действительно более понятная, возможно, она даже будет больше понятна нашим каким-то иностранным гостям. И вообще классно, что в тех же технологиях у нас все просто отлично, потому что путешествия по миру, и не раз натыкаешься, что ты в каком-то ларке не можешь оплатить какую-нибудь мелочь с помощью телефона, тебе нужны наличные, у нас таких проблем вообще нет, оплачивай чем хочешь, где угодно, в любое время суток. И вот это вот дополнительный такой плюс, которым можно прям хвастаться. Да, это так, мы гордимся нашей транспортной инфраструктурой. Один из самых прогрессивных инновационных департаментов. Это правда. Ну, хочется верить, что дальше больше, потому что технология, конечно же, не стоит на месте. Интересно узнать, что еще интересного появится у нас, но, видимо, время пройдет, и мы узнаем, я так понимаю. Еще вопрос. Как в нынешних условиях, в непростых, можно сохранить и вообще, может быть, даже приумножить интерес со стороны туристов? Вы знаете, тут важный аспект – это туристическое разнообразие. Мы тоже над ним работаем. И действительно, Москва сегодня может предложить конкурентное, ценностное предложение для абсолютно разной аудитории. Вот могу, например, рассказать об аудитории школьников. Мы, опять-таки же, проводим исследования, и все наши проекты создаем, основываясь, базируясь на исследованиях и потребностях современного туриста. Таким образом, мы видим огромный запрос сегодня на образовательный туризм, и это сподвигло Комитет по туризму разработать инновационный, так как мы сегодня с вами находимся в Сколково, и даже стены нам помогают быть современными и прогрессивными. И есть такой продукт у Мостуризма – город открытий. Это тоже возможность показать Москву с нового ракурса в разрезе восьми инновационных отраслей. Это и урбанистика, и креативная индустрия, и транспорт, и космос, и биотехнология, и биомедицина, и другие наши экологии. Соответственно, каждый найдет для себя что-то свое, простроит подобные образовательные маршруты, где, собственно, весь город является таким единым образовательным контентом, образовательной средой, а туризм может стать эффективным инструментом сегодня для получения знаний, развития навыков, компетенции, расширения горизонтов, собственно, школьников наших из регионов России, и в ближайшее будущее, я надеюсь, что это будут наши иностранные школьники. Таким образом, мы создаем продукты, предложения для разных целевых аудиторий, и знаем точно сегодня, что Москва для каждого своя, и сможет предложить это конкурентное, такое вдохновляющее предложение. Это супер, потому что я часто слышу от зарубежных друзей, у многих в целом, ну, какие-то стереотипные представления о городе, потому что, да, у нас есть метро, оно действительно невероятно красивое, но у нас помимо метро много всего разного есть, и, конечно, разным людям разных возрастов, увлечений было бы хорошо показать какие-то такие места, новые темы, ради которых можно приехать, которые можно изучить. Вы знаете, не только метро является таким драйвером, безусловно, у нас одно из самых красивых метро в мире, а вместе с тем мы видим еще огромные запросы, интерес к нашему культурно-историческому наследию. Вот наша недавняя такая победа и гордость участия в выставке IBTM в Барселоне, где павильон Москвы и, собственно, стенд Москвы занял первое место, исходя из вот своей концепции художественного оформления, и его главная идея как раз основывалась на нашем культурно-историческом наследии. Мы видим сегодня, какой интерес именно нематериальное культурное наследие вызывает у современных туристов. Это и безусловные традиции, обычаи, ритуалы, языки, гастрономия, что и приводит как раз к тому, что коллега рассказала, к локальному впечатлению от дестинации. Могу я, пользуясь случаем на площадке, задать вопрос, а вот локальный туризм с точки зрения того, почувствовать, как живет москвич, это про что? Это пройти не туристические маршруты от Кремля до Третьяковской галереи как раз, а речь о децентрализации и возможности. Например, мы знаем, что в Москве есть 20 известных театров, а в Москве примерно 300 театров, которые сегодня ждут не только москвичей, но и туристов своей прекрасной программы с участием заслуженных и народных артистов. Это огромное количество разных музеев, культурных институций. Это общественные пространства, которые, собственно, сегодня представляют огромный интерес у молодежи, у прогрессивной молодежи, запрос на посещение, на участие в сообществах по интересам и так далее. Это про то, что Москва сегодня представлена не одним центром, хотя, конечно, Кремль прекрасен. Я сегодня только побывала как раз перед нашей сессией в Патриарших палатах и понимаю важность посещения наших классических культурных институций, но вместе с тем Москва сегодня предлагает огромный ассортимент и других впечатлений. Раз уж мы начали говорить про развлечения, предлагаю поговорить дальше про них, но сместиться немножко в технологии. Очевидно, что в пандемии люди стали совсем мало гулять, практически перестали ходить в музеи и вообще выбираться куда-либо, но как бы время идет вперед, и нужно как-то шевелить себя и вылезать все-таки из дома, и здесь как раз на помощь нам приходит сервис и новый опыт. Александр, хотелось бы обратиться к вам. Расскажите, что сейчас вообще происходит на нашем локальном рынке, на международном, какие существуют продукты. Может быть, вы привнесли к нам и адаптировали какую-то технологию. Расскажите. Да, спасибо. К слову про локальный туризм, хотелось бы добавить предыдущих спикеров тем, что мы наблюдаем у себя ситуацию среди путешественников. Они не интересуются только не туристическими местами. У них, благодаря пандемии, появилась возможность посещать известные всем достопримечательности, потому что в них нет большого скопления именно странных туристов, таких как китайцев, которые, если говорить про Петербург, запланили, есть Эрмитаж и так далее. Сейчас, на самом деле, у всех есть уникальная возможность посещать даже классические достопримечательности и наслаждаться ими без толку людей. Это мы наблюдаем среди наших пользователей, которые приобретают продукты как классические, так и нетуристические. И в целом мы наблюдаем паттерн поведения, когда путешественник сначала использует классические достопримечательности, посещает их. И после того, как он закрывает основной вопрос, что я должен знать о каком-либо городе, он начинает закрывать вопрос, о чем город теперь живет. И после этого уже путешественник начинает приобретать как раз-таки непарадный Петербург или непарадную Москву, улочки, дворы и прочее, прочее, прочее. И хочется сказать то, что на самом деле пандемия поспособствовала развитию цифровых сервисов и цифровых продуктов в туризме, поскольку если раньше компания, занимающаяся и предлагающие такие сервисы, они где-то через боль и нахрап предлагали свои сервисы, то сейчас пандемия настолько сильно развернула весь рынок онлайн, что без таких сервисов теперь просто нельзя жить. Это мы замечаем и не только в России, и за рубежом, когда спрос на бесконтактное получение какого-либо продукта, даже будь то офлайн-продукт туристический, он настолько высокий, что приоритет про безопасность встает на первый план, и сервисы подобные нам или какие-либо другие, обеспечивающие бесконтактное потребление туристических услуг, они, конечно, сейчас растут. В частности, если говорить еще про примеры нашего рынка российского, то во время пандемии были ограничения на посещение музеев, и как раз-таки, как мне кажется, цифровые продукты позволили туристам получать услуги, благодаря которым путешественнику нельзя было, например, получить экскурсию в каком-либо музее, потому что они были запрещены, да, это скопление людей, но как раз-таки цифровые продукты позволили путешественникам потреблять экскурсии в индивидуальном формате, и это еще и соответствовало новым правилам посещения дисциплиначательностей. Сейчас эта тенденция продолжает набирать обороты, мы это видим у нас, мы это видим за рубежом, и спрос на подобного рода продукты, он растет. И если вернуться к теме локального туризма Москвы, мы точно также заметили, что, конечно, Подмосковье, то есть жители Москвы, выезжающие на выходные в города, спутники, это, конечно, очень большой трафик, и меня лично это радует, поскольку приятно видеть, что люди начали смотреть не только за бугор и интересоваться, что же там, где меня нет, они начали интересоваться тем, что есть вокруг меня, и, как показывает практика, то, что есть вокруг меня, это точно так же может удивлять и приносить не менее классные впечатления. И этим не только Москва и ее регионы, а вообще каждый населенный пункт нашей страны, он обладает кучей таких мест, про которые наши путешественники ранее не знали, пандемия поспособствовала этому, чему я очень сильно рад. Ну да, я согласен, это действительно не может не радовать, особенно аудиоэкскурсии. Вообще, пандемия, я бы сказал, она вынудила всех перейти в цифру и в онлайн. Тот, кто не смог этого сделать, тому пришлось тяжело, кто смог, тот, наоборот, выиграл и получил какие-то там возможные преференции. Аудиоэкскурсии вообще классная штука, особенно по городу, особенно нетипичные какие-то экскурсии по нестандартным маршрутам. Я потому что только несколько лет назад как-то стоял в пробке на Тверской и вот так вот один раз поднял голову и понял, что я никогда в жизни не смотрел на крыши домов, на вот все то красиво. На архитектуру, конечно. И потом я все больше и больше начал этого замечать вокруг себя и думал, блин, как же все-таки красиво, как классно. Вот, поэтому, да, это хорошая вещь, смотреть вокруг себя. Позвольте дополнить, на самом деле мы замечаем тенденцию, что аудиоэкскурсии и подобные продукты им пользуются спросом не только в городах. Сейчас появляется большое количество маршрутов автомобильных, трекинг маршрутов по заповедникам, когда человек, скажем так, уходит в детокс-стадию, но при этом со смартфоном не расстается, то есть он отключается от сети, но остается со смартфоном для потребления контента. И это уже потому что привычный способ потребления любого рода контента. И, в частности, некоторые наши крупные операторы мобильной связи тоже на это обратили внимание и начали вместе с нами, с другими компаниями, запускать как раз маршруты по заповедникам, очень отдаленным от центров нашей страны, где нет связи, но при этом эти маршруты пользуются тоже высокой популярностью. Прикольно. Каким вы видите индустрии в будущем, например, через пять лет, к примеру? Ну, я бы сказал... Видение, оно может мое отличаться от общего, но могу сказать то, к чему мы стремимся. Мы стремимся предоставить путешественнику сервис, в котором он по нажатию одной кнопки получает любую услугу здесь и сейчас, моментально. Вот, в принципе, как мне кажется, из моего личного наблюдения, наблюдения наших коллег, все стремится именно к этому, потому что сейчас важно уже получать услуги здесь и сейчас. Путешественники отходят от понимания планирования путешествия, потому что в текущей обстановке планировать вообще ничего невозможно. Сегодня одни ограничения, завтра другие ограничения и так далее. Поэтому создавать продукты, которые моментально адаптируются под все изменения, которые происходят в мире, вот, мне кажется, за этим будущее. Я уверен, что все так и будет, потому что мы живем во время, когда сегодня одно, завтра другое, и вообще очень большой выбор. Постоянно появляются какие-то новые компании, меняются старые компании. И, в общем, я надеюсь, что мы будем больше и больше путешествовать по нашей стране. Хочу сказать большое спасибо всем нашим спикерам, которые пришли к нам в офлайн или подключились онлайн. Это было очень интересно. И увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok